Добрый вечер. Программа «После новостей» в студии Алексей Клешко. Наш гость сегодня депутат Законодательного собрания Края Анатолий Петрович Быков. Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей. Анатолий Петрович, ну что, вы удивили всех на прошлой неделе в очередной раз, пригласив Иосифа Давыдовича Кобзона, поздравить ветеранов Края с Днём Победы? Ну это у нас уже традиционно как-то так выстроено, что мы стараемся на День Победы сделать подарок нашим ветеранам. В прошлом году Лещенко было, позапрошлом опять же Кобзон был с Дементьевым из группы «Республика». И в этот раз как-то так получилось, что мы с Иосиф Давыдовичем встретились в Москве. Я говорю, ты не мог бы приехать? Он говорит, смогу на один денек. И вот так мы быстренько сорганизовались и провели, я думаю, что хороший праздник. А в чём секрет вашей дружбы вот с такими, ну, маститыми, прям звёздами-звёздами первой величины? А знаете, я давно с ним дружу и вижу, и часто у него бываю на концертах, и на юбилеях его было, и у него в гостях, и на рубиновой свадьбе было. Я видел, какие люди его окружают, и как он себя ведёт. У этого человека всегда был стержень и в советское время, и сейчас. У него были принципы. Когда особенно находишься на концерте его и слушаешь его песни, в каждой песне есть своя идея. Слова такие, которые несут прежде всего консолидацию общества, консолидацию народов, независимо от национальных интересов. И когда звание народного артиста Советского Союза, наверное, кому попало, не давали. Да, и его признают и признавали во всех республиках. На сегодняшний день я посмотрел в том, я хочу сказать, в немолодом возрасте, как он передвигается и ездит, выступает в разных регионах нашей страны. И в том числе и на Донбассе был, и на Кавказе был, и в своё время, в советское время был и в Афганистане, и сейчас в Сирии. Он такой небоящийся вообще человек. Да, и он не скрывает свою позицию и высказывает свою позицию открыто, принципиально. И то, что он сегодня возглавляет там в Комитет по культуре, я думаю, считаю, что он на своём месте. И тот человек, который на самом деле несёт ту историю, ту память, как он очень хорошо владеет ситуацией, вот именно в истории, то, что было и как было, и называет эти вещи, не стесняясь никого. Я хочу сказать, что у Кобзона, мне кажется, это может быть такое моё личное мнение, у него есть удивительное вообще, но с другой стороны, удивительное для нынешнего времени, он понимает, о чём он поёт. Совершенно верно. Вот знаете, вот так вот я был у него в Кремле, он вёл концерт, у Дементьева было 80 лет. Семь юбилей, да? Да, 80 лет. 85. 85 лет было. И я удивился, они 5 часов оба не уходили, одному 85 лет и другому уже в прекрасном возрасте. И я думаю, мы сидеть устали. Представляете, а они ещё говорят, что вот Иосиф Данович болен, я думаю, может, он, говорю, это самое, симулирует. Жене я говорю, ну посмотрите, как он на сцене. А он мне говорит, я у него задавал вопрос, Иосиф Данович, он говорит, я на сцену выхожу, я оживаю. Я говорю, на сцене должен умереть. Я не в кровати. Но это вот такая порода. Да. И вот он, это, он, я даже вот когда у нас на этом концерте был, я поставил за шторкой человека, говорю, будь внимательным, следи за каждым шагом. И когда вот женщины ему вручали цветы, он наклонялся, и когда вставал снова в стойку, у него иногда ноги так это... И я заметил это, и сразу написал смс-ку охране, говорю, поставьте рядом за шторкой, следите за каждым шагом. Меня предупредили ещё из Москвы, говорит, Анатолий Петрович, ну это до Красноярска лететь не 4 часа, а... Ой, не часа, 4,5 часа, да. Ну, приглядите за ним. И я понимаю, что я за него в ответе, в ответственности за то, что если старался... А у вас, кстати, какие песни любимые в репертуаре к обзору? Я люблю тебя, жизнь. Да. Это одна из самых любимых. Это знака вообще произведения. День Победы очень красивая песня, концернирующая, объединяющая, раскрывающая. День Победы, мне кажется, песня удивительная вот ещё в чём. Благодаря этой песне удалось вернуть Дню Победы праздничное настроение. Да, мы скорбим и поминаем погибших, но всё-таки мы гордимся Родиной и народом, которые выстояли, которые смогли превозмочь эту тяжелейшую страницу своей истории. Этот фашистский немецкий гнёт, который фактически охватил всю европейскую часть страны. Я хочу сказать, я горжусь, что меня судьба свела с таким человеком и повела по жизни именно соприкасаясь на таких концертах, как Красноярский. Я думаю, что мы подарили очень хороший праздник нашим ветеранам. А ветераны? Ну, я слышал от них очень много добрых слов об этом концерте. Но мне кажется, это такие люди, вот общаешься с ними и заряжаешься от них вот этой жаждой жизни. Мне поступили сотни звонков, смс-ок, писем с тёплыми словами. И я думаю, это самое дорогое, вот именно то спасибо от них, которого ты ждёшь в этой жизни. Для вас это такой личный долг? Думаю, да. Если это ты можешь сделать, ты это должен сделать. И я думаю, для меня это было не в тягость, это сделать и провести это мероприятие. Ну, вот как вам кажется, руководство страны сейчас же вот очень, по-моему, правильные эти акценты все расставлены. То, что Путин вот в прошлом году пошёл впереди бессмертного полка, сошёл с трибуны, встал, пошёл... Я вчера это смотрел, Алексей, я полностью согласен. Идёт консолидация общества, консолидация народов, именно которые одержали великую эту победу на фашистской Германии. И то, что я от мала до велика, вчера и дети говорят, и выступают, это придаёт знание истории нашей, то, что произошло. И вот, знаете, иногда меня вот... Я прямолинейный человек, я не называю вещи... Это кого все знают. Да, и кто бы пусть не обижался, но то, что произошло, и то, что Владимир Владимирович стал опираться в последнее время на патриотизм, патриотизм должен присутствовать в каждом человеке, в каждой партии. И я хочу сказать, что вот когда у нас в Красноярске в центре города с гостиницы сняли лозунг слова Путина о патриотизме, ну поверьте, я иногда смотрю на власть, это наша власть или враждебная власть нашему народу, нашему президенту. Вот поверьте, если бы я был у власти, а Ксютенко сидел бы в камере, а подполковник милиции сидел бы в соседней камере. Они говорят, конструкция была незаконная. Слушайте, ну сделайте тогда это законно, а привезти с рынка Киргиза, который никогда этими работами не занимался, слезть средь белого дня, где идут люди, прохожие, срезать эту конструкцию, где находится около пяти депутатов, и все это на глазах делается, их уговаривали этого не делать. Туда завезли машину наглую, и с такими словами, это все подтвердят мои слова, когда депутаты стали на дороге машины, а Ксютенко говорит, едет на них. Ну представляете, ну что это такое? Ну что, нас провоцируют другим способом с этим Аксютенко разобраться? Может, я так думаю, службы и делают это для нас. Думают, что мы пойдем другим путем. Мы другим путем не пойдем. Знаете, придет такое время, за эти вещи они будут отвечать. Анатолий Петрович, а вообще, вот по-вашему, как сейчас? Достойно празднуется 9 мая? Я думаю, да. Недостойно иногда власти создают условия для проведения праздников. Вчера мы все видели, какая у нас погода была. Да, выпал снег ночью, большой снег шел фактически до 9 утра. И мы приехали к администрации города, ой, края, с ветеранами встретились, с труда, с героями труда встретились. И стоим, разговариваем, и я критикую. Вот говорю, посмотрите, в советское время бы первому секретарю города бы оторвали кое-что. То, что город могли убрать коммунальные службы в 6 часов утра. Три основные улицы, это Карла Марса, Мира и Ленина. Подготовить к параду. Но никто этим не занимался. И идет Акбулатов и Камшукриевич. А прямо возле администрации машина убирает этот снег. Я говорю, Камшукриевич, извините меня. Я говорю, ну, вы, наверное, не можете управлять коммунальными службами. Но возьмите лопату и сами кидайте, очищайте улицу. Он психанул, побежал в Краевую администрацию. Дальше я вам скажу. Когда полк пошел по Мира, там перекрыто было Мира. Во многих местах стояла милиция, не пускала даже ни депутатов пройти. Готовились к прохождению колонны. 18 тысяч пошло. Я понимаю, это большое количество. Но посмотрите, напротив конфетной фабрики какая лужа была. Там шел губернатор, прежде всего. Там шли люди, все ветераны. Я вам скажу, мы все вот так вот обходили. Совершенно. Вот так вот. Иначе невозможно. Я удивляюсь. Неужели нельзя подготовиться было? Одну улицу Мира. И мы вчера по Мира шли и видели, в каком состоянии центральная улица, столица. С другой стороны, может быть, хорошо, что хотя благодаря бессмертному полку руководители всех уровней прошли своими ножками всю эту улицу. Давайте вещи назовем своими именами. Ну неужели Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны, должен в ручном управлении при таких передачах и встречах с избирателями и с россиянами принимать ручное управление, такое вот как на Шкатане с директором рыбного завода разбираться. Который зарплату не платил. Да, конечно. В Омске. А где на местах власти? Где на местах лидирующая партия? Ну, вам же при этом говорят, но вы же тоже власть, вы же тоже депутат. Слушайте, ну мы об этом и часто, я один депутат в законодательном собрании, с вами, вы видите, я часто называю вещи своими именами. Это правда. Мне очень сложно это донести на сегодняшний день, да, вот сознание власти того чиновника или вице-премьера, например, вот по предмету я скажу, есть такая структура Параван в Москве, которая приехала с инвестпроектом в Красноярск по видеонаблюдению, который готовы 500 миллионов были вложить. Губернатор подписал это направление, город весь согласовал, поручение согласовали, отдали на уровень вице-премьера, все в урну сбросили. Ну, что это такое? Зубарева Виктора Владиславовича, который собирается в Государственную Думу, я ему когда-то говорил и губернатору говорил, этому человеку главой Ужура надо поработать, а не вице-премьером. Нет его, поставили вице-премьером, сейчас в Государственную Думу его хотят проводить, и навряд ли, я думаю, что его изберут куда-то. Андрей Петрович, а вот, ну вы же понимаете, что вы, ну, с одной стороны, безусловно, популярность у многих людей завоевываете, когда говорите такие слова и откровенно. Это честно, открыто. И то, что говорите и без камеры, и в эфире, но при этом же наверняка кто-то ведь и обиду затаит. Ну, знаете, есть такая поговорка, на обиженных воду возят. И я, знаете, я служу своему народу, который меня избрал и сделал депутатом. Для меня авторитетов нет. Вот они скажут, не ходи. И я не пойду никуда. Ни в какое законодательное собрание, ни в политику. Но когда мне приходят тысячи писем, и я иногда с этими письмами работаю, разбираюсь и принимаю положительные решения, и мы добиваемся тех результатов, ну, я думаю, что я не могу сделать шаг назад. Особенно, я скажу, когда ты находился в трудных условиях, и тебя избрали. Я пошел тогда по Октябрьскому округу первый раз, и меня все убеждали, что не надо, надо идти по Назаровску, там тебя все знают. Я говорю, если меня не изберут, в котором я округе живу, я закончу с политикой. И когда меня избрали, 53% первые выборы были в Октябрьском районе. А когда у меня 12 было маститых оппонентов, в том числе и вице-мэр Быков был на фамилице, еще одного Быкова привезли для того, чтобы запутать людей. Но люди разобрались и избрали меня. И я понял, что назад у меня шага нет. Дмитрий Викторович, вы мне перед началом эфира сказали, что... Вы говорите, вам много звонков, писем. Сказали, что сейчас было очень много звонков от футбольных болельщиков. Да, и знаете, вот я... Ну, вот то сначала с хоккейом, с мячом мы разбирались. Достигли определенных результатов. И вот наша команда стала чемпионами России, выиграла чемпионат мира. И я доволен всеми результатами и все остальное. Меня сейчас, конечно, беспокоит, что команда начинает разъезжаться. Лучшие игроки. Джасоев уехал, Ломанов собирается в Швецию. И все остальное. Это звонок. Я об этом разговаривал с губернатором. И сейчас вот с футболом начинается. Я привез хорошего тренера. Амари Титрацы. Да, и все это на глазах у нас у всех. Первые выигрывали, первые в конце года. Шесть побед одержали, там, две ничьих. Да, все. Ушли, как бы, на... Закончился сезон. Да, ушли. Распродали руководство клуба. Это директор клуба и президент федерации клуба решает такие вопросы. Распродали именно игроков лучшего вратаря, двух нападающих. Да. И оставили, оголили команду. И команда начала проигрывать. Как начала проигрывать, так сразу начали винить тренера. А что тренер сделать может, если ему мешают работать? Именно мешают. Да, где нужно было разговаривать с футболистами и все остальное. Я получил от болельщиков. Потом я пригласил Титразы и поговорил с ним. Это все подтвердилось. Я попросил снова губернатора вмешаться в этот процесс. Я думаю, если Виктор Александрович не вмешается, то я думаю, что мы устроим пресс-конференцию с болельщиками, с футболистами. У нас совсем немного времени до финала эфира. И много звонков от наших зрителей, которые задавали вопросы. Я вам их зачитаю. Благодарю вас за прямую речь нашей власти. Один из наших зрителей. Другой спрашивает, как обстоят дела с детским домом, которым вы занимались. Женщина звонит. Спасибо. Хочу видеть, говорит она вас губернатором края. Только вы сможете сделать что-то в этом городе. Вот, наверное, про детский дом. Да, это вопрос. Ну, во-первых, уже прошло 20 лет, уже дети все выросли. Выпустились, да. Выпустились. И знаете, это самый трудный и печальный для меня был проект. Почему? Дети это что-то такое? Это очень хорошо, Алексей. Я полностью с тобой согласен. Но когда я, находясь там 3 года, и содержал этих детей, и государство сторонилось этого всего, мне стало стыдно за свое государство. Хотя государство это мы с вами. Да, и мы не должны как бы винить кого-то и все остальное. Винить мы можем политиков, которые сегодня приходят и уходят, и все остальное. Но то, что сегодня, вот, в то время в государстве происходили такие вещи, безобразие, я думаю, что мы платили все полностью за содержание. Одевали, учили, там, ну, все делали. Я в Артек отправлял 5 лет подряд детей. Да, и я... Я помню, как они вас встречали. Совершенно верно. Они, я вам скажу, не все были легкие дети и все остальное, со своими генетическими последствиями, которых генетика у них была, сказывалась. И я трудовой лагерь в деревне построил. Хотел через труд все-таки воспитывать и облагораживать человека. Я убежденный сейчас, только через труд можно сделать человека. А люди спрашивают, пойдете ли вы на выборы в законодательное собрание или в Госдуму в этом году? В Госдуму не пойду, а в законодательное собрание пойду. Несмотря на своих скептиков. Как относитесь к грязной предыборной агитации против вас, спрашивают люди? А я уже спокоен к этому. Уже грязнее не сделают то, что сделают. Хочется услышать ваше мнение по поводу 4-го моста, спрашивает наш зритель. Я думаю, 4-й мост надо довести до конца. Сделать развязки. Сделать развязки, снести эту Николаевку. То есть то, что сейчас запланировано. Да, обустроить этих несчастных людей, которые живут в этих бараках, в этих домиках, которые разрушаются. Сделать для того, чтобы они жили в цивилизованном городке. У нас еще есть вопросы. Надеюсь, вы еще появитесь в нашем эфире, потому что у нас время, к сожалению, завершилось. Антолий Петрович, вам спасибо за участие. Напомню, гостем у нас был программа Антолий Петрович Быков, депутат законодательного собрания Края. До встречи в программе После новостей. Завтра, кстати, если все состоится, у нас будет в гостях председатель Краевого суда.